Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион, студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. На повестке дня – вопросы ЖКХ. Пожилым людям нужно немного внимания и теплота. В день неизвестного солдата анапчане несут к братской могиле цветы. Страна готова к зимним холодам. К такому выводу пришли участники селекторного священия, которое провел Дмитрий Медведев. На видеосвязь с премьер-министром России вышли все главы регионов, в том числе и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Отопительный сезон начался уже по всей стране. Горячие батареи практически во всех жилых домах и соцобъектах. После селекторного священия с главой правительства Вениамин Кондратьев вместе со своим заместителем по линии ТЭК обсудил вопросы повышения тарифов ЖКХ. Многие жители жалуются, что за коммунальные услуги стали платить больше. Андрей Алексеенко подтвердил, что со второго полугодия 2015-го на Кубани некоторые тарифы действительно выросли. Так, например, цена за холодную воду поднялась на 11%, за электричество на 9,5%, а за теплоснабжение примерно на 5,5%. При этом, как отметил вице-губернатор, случаев завышения тарифов в крае пока не зафиксировано. Однако нередко случается, что в квитанции неправильно начислены объемы потребления. Что это делает человеку, гражданину, просто нашему жителю, любому, если он считает, что он считает завышенный тариф? Что ему делать в конкретной ситуации? Получил квитанцию, увидел, не согласился? Существует горячая линия, это по горжевой инспекции, это вот то, что касается конкретного платежа гражданина. То есть можно туда обратиться, направить куб реквитации, оставить свою заявку, свое обращение, и в результате горжевая инспекция разберется и даст квалифицированный ответ гражданину, нарушено либо не нарушено его права, и действительно, промерно или неправильно начислено этот платеж. Здесь две составляющие. Во-первых, чтобы эта горячая линия работала, и не формально принимала, как я говорю, а по существу, и разбиралась в конкретной жалобе, в конкретном человеке. А второй момент, чтобы даже если отвечали, не отписку присылали, а они понимали, что они отвечают. По час, под копилку всем ответы одинаковые пишут, и люди только когда смотрят, что ответы у всех одинаковые, только фамилия, имя, отчество меняется. Люди должны были быть уверены в том, что они платят столько, сколько должны платить, и не копейки уж. Вот это задача сегодня, которая должна быть приоритетом. Консультацию по нарушениям в начислении платежей можно получить по горячей линии региональной энергетической комиссии. И в продолжение темы, вопрос погашения задолженности за потребленные ресурсы, газ, электричество и своевременности оплаты текущих платежей обсудили на краевом видеоселекторе. В работе принял участие глава Анапы Сергей Сергеев. Бесперебойная работа систем жизнеобеспечения зависит от своевременности поступающих платежей. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко напомнил участникам селектора о финансовой дисциплине. Анапа в числе должников за газ уже не значится. 27 миллионов рублей долга. Внушительная сумма. Отдано межрегион газу. За счет кредитных средств. Сейчас главное не накопить новый долг, а это значит своевременно и в полном объеме собирать платежи за коммунальные услуги с населения. Глава Анапы Сергей Сергеев обращает внимание подчиненных на проблемные объекты. Самострои легли тяжким бременем на сети, но в домах живут люди, и они не должны становиться заложниками ситуации. Все помнят прошлую зиму и белорусские 8. А что сейчас? Тем не менее, городские власти держат руку на пульсе. Надо держать ТП-шку в запасе. В отопительный период Анапа зашла нормально. Главная проблема Киблерова решена. Благодаря работе городских властей удалось добиться от военных ремонта котлов. 3000 человек с теплом. Общественная палата Российской Федерации снова выдвинула на обсуждение законопроекта продажи алкоголя лицам младше 21 года. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, инициативу поддержали 72% опрошенных. Депутаты Государственной Думы законопроект поддержали. Пока за поддержку закона выступает всего 7 регионов России. Мнения депутатов разделились. Сергей Калашников, глава Комитета Госдумы по охране здоровья, законопроект считает издевательством. Инициатива, по его мнению, является неудачной и неуместной в Российской Федерации калькой с американского законодательства. Руководитель отдела по работе с органами государственной власти в ЦИОМ Кирилл Родин считает, что, цитата, если посмотреть по отдельным категориям опрошенных, мы увидим, что предложения поддерживают респонденты всех возрастов, в том числе и молодежь 18-24 лет. Это как раз та аудитория, которая может коснуться ужесточения закона. Конец цитаты. А какое мнение бытует среди анапчан, узнавала наша съемочная группа. Меньше алкоголиков будет у нас в стране, здоровых людей будет больше. Отлично. Наша страна будет меньше пить. Потому что молодежь пьет много и лазит, везде мусорят, беспределят. Надо, чтобы с 2021 года продавали. Нормально, правильно. Почему? Спиваются молодежь. Оно, по-моему, и раньше было так, насколько я знаю. Я предпочитаю вообще алкогольную продукцию не покупать, так как это, по-моему, просто расточительство. Большинство анапчан поддерживают запрет на продажу алкоголя лица младше 21 года и ожидают, что молодежь станет меньше употреблять алкоголь и обратиться к здоровому образу жизни. И к другим темам. Сегодня в Большом зале администрации прошли публичные слушания по проектам плана социально-экономического развития города-курорта на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, а также бюджет муниципального образования на 2016 год. Решение о проведении публичных слушаний депутаты приняли на третьей сессии Совета 19 ноября. Ознакомиться с будущими нормативно-правовыми актами, проектами решений, датой, временем и местом проведения слушаний, а также порядком участия в них анапчане могли на официальном сайте курорта и в прессе. В публичных слушаниях участвовало 100 жителей курорта. Это представители молодежного совета при главе муниципального образования, молодой гвардии «Единой России» и других общественных организаций. С докладом выступил заместитель главы муниципального образования Игорь Белошистый. В 2016 году доходы бюджет муниципального образования города Новоханапа прогнозируются в сумме 3 млрд 950 млн. рублей, что составляет 103,1 млрд бюджетного назначения в первоначальном бюджете 2015 года. В общей структуре доходов, собственные доходы, планируются в сумме 2 млрд 70 млн. рублей или на 103,8% к бюджету 2015 года. Безвозмездные поступления из краевого бюджета планируются в сумме 1 млрд 880 млн. рублей или на 105% к 2015 году. Участники совещания заслушали докладчиков и экспертов. Утверждение дикативного плана социально-экономического развития на 2016 год, а также о бюджете муниципального образования на будущий год, уточненном на слушаниях виде, депутаты обсудят на очередной сессии. В интернете популярность набирает грустный и поучительный ролик об однообразных буднях одинокого пожилого человека, который решил внести в свою жизнь яркие краски, придумав, как собрать своих детей на Рождество. Пенсионерам станицы Гостогаевской в этом смысле очень повезло. У них есть где отвести душу. Место для общения уже много лет остается неизменным, только поводы меняются. По четвергам Гостогаевский клуб пожилого человека спешат убеленные сединами люди. Свой возраст, болезни и проблемы гостогаевцы в такие минуты оставляют за этим порогом. Здесь их ждут и доброе слово, и щедрый чайный стол, и маленькое семейное событие. Например, сегодня сразу три свадебных юбилея. Золотые юбиляры супруги Коломытцевы, изумрудные Александры Клавдия Войтенко и от имени бриллиантовая пара Михаил Спиридонович Брыш накрывают стол. Им только что на станичном празднике в Доме культуры надарили цветов и подарков, среди которых и большой концерт в их честь. А теперь душевное общение, когда в кругу своих ровесников можно поговорить за жизнь. Зоотехники Татьяна и Михаил Коломытцевы – люди приезжие в Гостогаевской. Но считают, что с выбором места проживания после переезда из Воронежа им невероятно повезло. Здесь такие станицы люди хорошие. Мы так к ним быстро привыкли. Они нас так встретили. Мы как будто в свою родную семью попали. Такой почти семейный микроклимат трепетно поддерживает координатор ТОС Раиса Андреевна Сопронова. Она мотается по бизнесменам, договаривается с ними о поставке своим старичкам недорогих продуктов, проведывает одиноких, делит с ними радость праздников. Мы хотим, чтобы долго жили вы. Мы вас знаем, любим, уважаем. Здоровья вам и живите долго. Горько! 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 Надо ли говорить, что общение – самый дорогой подарок для этих людей. Каждый четверг здесь новое событие, а возможность получить заботу и место встречи – каждый день. В преддверии курортного сезона глава Анапы поручил разработать проект для проведения реконструкции автобусных павильонов. В настоящее время несколько из них уже полностью отремонтировано. Новые остановки были спроектированы и установлены в рамках федеральной программы по реконструкции дороги Новороссийск-Керченский пролив. На сегодняшний день город-курорт Анапы пополнился пятью новыми автобусными площадками. На стадии завершения еще несколько объектов. Еще совсем недавно на этом месте в поселке Виноградном был пустырь. Морально и физически устаревшую, построенную еще во времена Советского Союза, автобусную остановку снесли. И местные жители жаловались, что теперь нет никакой защиты от ветра или дождя, особенно если долго нет автобуса. Однако новая автобусная площадка не заставила себя долго ждать и уже полностью функционирует. К новой остановке жители Виноградного уже успели привыкнуть, хоть она и появилась совсем недавно. Значительная часть жителей пользуется именно этой площадкой, ведь здесь проходит большинство рейсовых автобусов на Анапу. Ну, может, после недельки отрывок не было, а потом пошли на нее. Больше уже помещается людей, посидеть можно нормально, от дождя укрыться. А раньше была хуже остановка, гораздо хуже. Продувал ее ветром. Это хотя бы от ветра тоже закрывает, от дождя, от непогоды. Реконструкция этой остановки была проведена в рамках федеральной программы. Всего же планируется построить пять подобных площадок взамен старых в разных частях Анапского района. В преддверии курортного сезона по поручению главы муниципального образования города Куртанапа Сергеева Сергея Павловича были направлены письма в адрес владельца федеральной автомобильной дороги Новосибирский пролив для проведения реконструкции автобусных павильонов. На основании направленной информации предложения были включены в федеральную целевую программу и реализованы. 3 декабря в России – день неизвестного солдата. Памятная дата призвана увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. Молодежь Анапы не осталась в стороне и отдала дань уважения павшим солдатам. Страшные годы 41-45 никогда не должны быть забыты, считают эти молодые ребята, которые сегодня пришли возложить цветы к братской могиле в Анапе. Для них война – далекое прошлое, однако военную историю родного края молодые анапчане хорошо знают. Управлением по делам молодежи в городе Анапе реализуется краевая молодежная акция, посвященная Дню неизвестного солдата. Для воспитанников военно-патриотических клубов были проведены тематические уроки мужества. А сегодня в хуторе Большой Разнокол на могиле неизвестного солдата произошло возложение цветов. Здесь, на братской могиле и на бульваре имени героя России Вячеслава Михайловича Евскина. Молодежь Анапы несет сегодня почетную в акту памяти пост номер один. Прадед Даниила погиб на войне. Сегодня он вместе со всеми положил цветок на каменный постамент. Несмотря на свой юный возраст, он также не забывает, кому обязан чистым небом над головой. Я помню об этой памятной дате, и поэтому я сегодня пришел возложить цветы и отдать дань уважения павшим воинам. В этот памятный день не остается в стороне и старшее поколение курорта. Я считаю, что в этот день ребята, школьники, студенты должны помнить о этих солдатах, которые погибли. И имя их неизвестно, и также неизвестно, где они похоронены. Дата 3 декабря выбрана не случайно. В этот день в 1966 году во знаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдатам был торжественно захоронен у стен московского Кремля в Александровском саду. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 4 декабря в Анапе пасмурно небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 2-5 градусов. Ночью до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа – новое поступление сезонной одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей – эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Жилой комплекс «Крымский вал».